Я расскажу, что сегодня пойдем по ягодам. Какие наши порядки? Вы хорошо запоминайте. Не будете нарушать, останутся впечатления первого дня. А если будете нарушать, я буду хмщить, наставлять. Мне всем это понравится. Запомните, слово экономия для меня смысл заложен. Я не вижу, где жена, она была великая экономия. До двой копейки, чтобы все шло на дело Божие, для поддержания человека. Теперь приходится сюда. Сейчас-то было меньше, сейчас посчитаем, сколько нас. Так, у меня тут своя толкушка. Так, морковку где есть? Я все покажу сейчас. Вот я остановлюсь. Смотри. Опять перемешиваю ее и разорваю, которые в степи там есть. Это все на стол попадет сейчас. Это потом можно даже уварить и снова сделать. Людей там много. Это очень мало для многих. Потом лубку нарывем. Здесь зеленого лубка много. Видишь, как я разулгачил и опять. Так, сегодня только чтобы узнать, что как. Теперь все на место. Видите, я нахожусь, где прячу. Сейчас будет другое показано. Так, морковь. Ну, возьму две вот эти. Что сказать? А вот она. Я не знаю, как ее... Так у вас же есть своя морковка. А? У вас своя морковка есть. А, свою-то я еще буду давать на них. Мне дали поддержать зрение. Не мое оно. Где не принадлежит. Так. Давайте. Ну, сколько-то. Может, по-другому нельзя. Может, даже портить сначала. Это еще... Сейчас посмотрите, как. Держите. Дальше. Здесь у меня хорошие газетки. Вот у нас газета, как будто бы вечерняя в Барнаул. Пасхальное послание патриарха. Вот много божественного. Так, теперь... Беспорчено. Вот это вот надо срезать. Совсем немножко срезать надо. Теперь... Я посмотрю, маленько хотя бы убрать этот целлофан. А вот сейчас посмотрите, как быстрее сделать. А быстрее сделать, это должна быть терка новая. А у нас терка, ну, она маленько помоложе меня. Ну, смотри. Вот мы ее проверили, приготовили. И сейчас уже не будешь делать. Теперь узнать, сколько нужно. Вот морг, а то запоминайте. По-другому не делайте. Все другое бы даже доказательство. Версия лучше. Здесь она берется совсем немножко. И поэтому, не всегда, потому что бывает морг, а я сделаю чистой. Так. Теперь подойдите. Сразу на место. Кто-то выносить, покажет туда. А вот теперь главное. Специально есть посудина. Вот и сразу же. Вот и сразу же. А ты и кладешь. Это я такими движениями ощущаю ее, а это снимаю. С миром, время. С миром, время. С миром, время. Ему он плохо. Он не слышит на моем. Тихо, потихоня. Спасибо, Христос. Ну, в комнату положи, пожалуйста. Спасибо, Христос. Пока она там берет, там все понятно. Ну, я уже знаю, сколько сестер у нас. Семь. 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 Семь? А там будет видно. Посмотрю так. И я меняю. Если замечание исполняют, я его сразу убираю. Почему-то по-другому нельзя. Опасно. Я директор детского лагеря, сам садов, 45 лет. Ни одной аварии не было. А представьте, что с ней детей у нас каждый год было. 108-109. И под конец это там. О, отлично. Кто это мешал? Смотрите. Это простое дело. Она стоит сейчас. Даже не думаю. Комар летит. И она тронул ее. А почему не повернуть так? Вот вы всегда делаете так, чтобы не задеть. Не одеть. Ребенок не был обожжен. Не утонул. Правила везде. Натянуты поклонки. Инструкция. Если в трех поклонах в воду не поет. Старший наблюдает. Это не денег, а 45 лет я директор. Без помощи государства. Тысячи детей подняли. Учитывая, что каждый почти год на нас нападала прокуратуру, амбилиция, вот другое. И ни одной победы им не дали. Начинается процесс судебный. Полный выигрыш. Почему? Там гроши. А здесь на нашей стороне как-то не будет. Ты тебе показал, что можно знать. Мори-ка, с глазами, так, по этой, так, делай. И вот сюда вот, ровно по этим. Раз, быстро-быстро, точно так же. Вверху. Все, теперь так. Ты его прочистила, теперь опять. А там бороздки остались, бороздки сразу сливаются. Ну, это я не знаю, это зачем это сделано. Так, я вас никого не знаю. Постепенно узнаю. Мори-ка, возьмешься на два дня? Главное у меня правило, чтобы детей здесь не было. Ни под каким видом. Никакие объяснения не дают. Ему что-то сказали принести. Он принесли, в дверях стоит. Ты взяла. Ему не разрешается переступать порог. Это же дети. Я сижу за столом у одних годов. Ну, держит ребенка отец. Ну, ребенок не совсем маленький, там, вместо шесть, может быть, ему. Ничего на нем нет. У тебя жарко. Наставлял у него кипяток, чай, проще. Я говорю, Саша, ты ребенка-то отдай. Да ничего не будет. Я только вышел в другую комнату, ребенок, он не понимает. Я прокину, кипяток, вот в это место, и все здесь. Это нельзя представить, какой был клик. Врача на отшибе живут, и врача сразу нет. И все это, кому это надо? Ты за это отвечаешь. И за это отвечаешь, ты являешься палачом. Так, а с тёстрами, что хранитесь. А вы все это делаете, тогда поставите. Посередине этого ставки. Если вода какая-то, чтобы она пала на поле. Значит, главная опасность здесь у нас. Когда русскую печь топить, что Владимир Александрович покажет? Мы сегодня распределимся. Правила какие? Выслушайте внимательно. Константин где? Константин. На улице. Константин, дайди на минуточку. Вот сейчас приехал. Вот видите, какой порядок тут. Так, ничего. Это он приехал, сын Мартя и Мартим? Мартим на улице. Приготовьте его сюда. То есть они приехали вчера. Во сколько вы приехали, Константин? В полдевятого. Всё. А они выспались? Нормально. Уже в отбаха никакого нет. Сегодня по полной программе он может с нами работать. Вы только что следили. До обеда вы свободы. Сейчас поедите. Полная свобода. Кто желает с нами пойти, прямо за огороды пособирать клубнику. Клубника самая ценная тогда, когда ты её прямо открываешь из-за двора. Это уже передоказано. Это организм, что сказано. Набрать, возьмём посуду. Здесь так и будет. После обеда уже вывыни и принадлежите себе. Нормально будет обед. А до обеда спать можешь ложиться. А мне надо что-то сделать, решить там это делить. После обеда одинаково. До обеда прийти в себя. На кухне. Я тебе сказал два дня. Почему? Потому что мы не знаем, кто ещё приедет. Вот она в прошлом году была. Старшая нарушила. Где-то я сразу оттуда смёл. А другую поставила. А та поставила. Такую строго, что... Я тут не ожидал такого. И на шаг сюда не зайдёт никто. Где-то вы работали у матушки. Пусть и кормят. Мы дармоётов не кормим. Вы помните, она с ним не могла приехать. Там друг второй, Максим. Они одинаково почти. Вот знания, правил, какие они в бане будете, вы все услышите. Если у кого-то есть какие-то болезни кожные, неверно нужно сообщить старшему. В бане нет, отдельно дадим. Почему? Мы заботимся о всех. Чтобы случайно кому-то не пристало, не нужно. А бывает так. Там и... Ну, скажи, одинаково не надо. Так, поняла? Рассредоточишь. На кухне тебе два человека по за глаза хватит. Нас мало. По площади или как. А остальные... Сейчас мы будем за стол садиться. Когда только помолимся за стол, я скажу, какие правила. Правила здесь, на кухне. Главное, никого не обжечь. Не доваришь, переваришь. Это на вторых стенах. Главное, не на себе не даришь. Рабучий хлопок. И нормально. Сколько у нас братьев ехал? Кто руководитель? По-моему, 10. 9. 9. Сколько? Значит, сестер 7. 9. 9, да. 9 человек. 9. Вчера приехали двое. 9 и 11 еще. Все получают. 18. Так, Владимир, когда встречаете от вас? Подвигаю. Восьмого. Восьмого. Ну, восьмое это вот это еще с нас. Восьмое отриезжает. Связанное с диспруденцией. Сейчас будем за стол садиться. Я буду рассказывать, как сидеть за столом. Сразу тебе застараться. За стол садиться, чтобы у вас у всех был платочек. Пусть и на домом. Это на силу. Дети, покажите платочек. Я вместе с ними показываю. Нет платочка. Там он дерево, я тебе покажу там. Собьетом. Туда и обратно бегу. Когда листик садет вернется, а на то время, сколько съели, его уже не попадет. А то мы не знаем, он все забывает. У меня не забывают дети. Ты только один день память пришит. Вот лагерь детский. Он обнесен. На стол все дежурные. Проверьте, они там играли в футбол. Он там сумку оставил, пришел домой, а сутки нет. Ребенок разметил, куда мячик забивать. Здесь так же. Они несут, я не спрашиваю еще. Они сразу говорят, это один день. Так, твой, твой. А что, да мы играли, да я забыл. Меня не касается. Теперь вокруг лагеря ты должен три раза бежать, кричать. Я забываю вещи застану. А пока прибежишь, остался один компот. Все. Как бабка как-то шептала. Мы должны заботиться, чтобы за нами поколение было не хуже нас. А лучше только. И поэтому закладывать надо сегодня. Вот вот мой ребятишек, отец с матерью за убийство, оба арестованные, сидят. А бабка их направила в мой лагерь. Я говорю, ну сейчас ты сядешь за стол. В левой руке у тебя будет кусочек. В столовне склоняйся. Ну какой порядок христианский. Еще баба скажет. Баба скажет, смотрите, а я и не знала. И засмеется. Дальше они говорят, как баба будет реагировать. Опять, я не знала. Вы научите ее этому. Видят, какие дети. Что они знают? Одну девочку прислали сюда. А наш брат один, он в школе работал и видел, что она как-то беспризорная. Мать спилась, отца у нее никогда его не видела, живет с одной бабкой. Ей где-то 8 лет, она дует корову. Выходит с трехлитровой банкой в Барново-Новосибирск. Любой шапер ее можно схватить, увезти. Это уже вы тайковы знали. Чтобы на хлеб деньги были. В каком состоянии дети. Она приехала сюда, ну я ее не видел даже, Ира звать. А у нее в ши кипит все. Ну мы знали самостоятельно делать на керосине, хозяйственное мыло, там добавка. И после промыли, а на сколько там, сейчас или сколько, голова так. А кто-то ее обозвал, ты в шивое. Это у нас запрещено, это унижение. Сразу колокол бьет, общее собрание, все выстроили шипов. Вот Ирочка приехала. Мне тяжелая жизнь идет. Кто ее обозвал? Замолкну. Кто ее обозвал в шивое? Да я ее назвал, вон этот, пакалный, Олег. А вытаскивай его сюда. Ты ее назвал в шивое, найди хоть одну, может. А нет, это мертвый все. Вот сегодня же я тебе наказание, играешь с тирой, заступаешься за нее. На каждом день, что никто ее не обидел. Ты сам посмотри, какая стать у нее. За 8 лет пройдет, ты винтом вокруг нее будешь ходить. Ох, в глаза уставил как. Ты ему покажу, призрает профессор Тихолой. Я где бы учились? Жизнь учит. Я знаю вот это, чтобы никогда не стонать. Это канзер японская. Никогда не покажи виду, что тебе больно. Национальный культ. Почему он харакерий? Потому что он живот разрезает, кишки убрасывает. А вот это, приехали спать, еще снова не было что. Это ничего хорошего, но вообще, видите, лишаюсь. А вы сейчас, если же. Вы должны открыть глаза, кроме нас есть люди. Тебе прямо сейчас уже отсылка? Да. Что ты не слышишь, я плохо слышу. Только мне, что там? Все хорошо. А я уже не встал. Ничего нет, ничего нет. Вы внимайте. Вам эта сестры сгодится. Почему? Голь на выдумку хитраю, поговорки. То есть мы не имеем. И в то же время имеем. Вот смотрите, как устроено. Как общежитие. У братьев точно так же. И больше было. Там есть палатка и печь русская. Там можно выкинуть все. Вот вчера я тут все ручки. Ларина Надежда Васильевна тут ходила, все мыла. Зимой тут кроме мышей еще не было. Это... Тут еще надо наводить по ряду. Сестра, отбери себе двоих. Это что-то? Не бери за три остатки в рот. Все. Так, одну, а обе истерла? Да. Теперь смотри, как дальше делать. Сейчас там на отвлекусь. Одну измельчинку тоже надо? Ну, это было серия. Ты же, чтобы хоть по одной ложке дать. Давай. Не так, ведь более вертикально держал. Смотри, как я делаю. Только сюда не останавливайся. Прощищаешь, а ты вперед, вперед. И замечу, какой скорость она идет. Это тоже надо убрать, чтобы сохранилась. Я хотел показать, что дальше делать стерка. Какие правила. А почему правила? Обязательно нельзя. Вот нас иногда... Ну, не то, что она нам недолюбит, а ненавидит. А в лаган вставать. Подъем сюда 4,40. А почему у них 5? А почему не в 4? Не могу объяснить. Последний день я не знаю. Я получил этот ответ. В 4,40. И, наконец, я знаю, мать Тереза. Слышали, как устраиваются? Католичка. Говорят, ну, без терпения. Она во всем мире находила полиции. И у них... Ну, она выпросила разрешение от Патоличкова на Католичках. И разрешили ей выкуберу. И она поехала в Идию. В Идию я купила там полно рекомендаций. Где-то кусок мела достала. И кирпичное здание. И первые уроки она ведет. Ничего нету. Совершенно ничего нету. Дальше ей дарится самый лучший автомобиль. И она даже не выделывала. Сказайте, где я сюда? На детей. Спитак. Довлетрясение. И где-то Армения. Отсюда. Она уже здесь. Прокажены. Мы должны дать ему дать достойного умерения. Надо сказать так. Я вдруг узнаю, что у них подъем 440. Католичка в другой стране. А сколько? 200 тысяч сестер теперь. Начинала одна. 200 тысяч. Понятно? Это миллионы детей они подняли. Говорят, художская премия. Это непростая премия. А как? Да вот она такая. Для меня она святая. Да я православный. По ногам я туда буду брать. Кто закнется? Игнат Технович, все готово. Все. Так, пока вы сейчас смотрите. Братья, к ней. Чей поясок? Какой вот. Готово. Подождите-ка я возьму. Он с поиском? Вот такой вот. Специально. Овощ. Так, это что тут у нас? Очень важный. Это овощ. Это сюда не надо. Пока я здесь находился. Смотрите. Потом на ужин. Ложка. Специальная у меня ложка. Она закрытая газета, не трогайте. Я вот так вот делаю. Аккуратненько. Все аккуратненько. Несколько раз ударю. Самый лучший очиститель облакованный огурец. Я его вот так вот по всем подерганами и вертикально. Все этого достаточно. А то у меня будет на следующий раз. Да раз внатрию еще хватит этого огурца. Теперь я снова сюда захарду. Все это убираю. И начинаю выхлопываю. А у меня еще дальше здесь водичка. Теперь я похлопал. По диагонали. Чуть-чуть. Снова. Все. Еще не надо больше. Притом это дешево. Быстро. Так, это не мой нож. Не надо тут. За этим смотреть надо. Вода закрытая. Адрес на месте. Вот ложку. Отнес. Морковка. Это единственный продукт, который нужно немедленно потреблять. Идем только зайдем. В течение 5 минут мы даже его съесть. Отдай пока. Вопрос. Кошек можно гладить? А? Кошек можно гладить? А зачем? Ну, ладно, потом. Когда выходит, можно делать. Так, все, выходим. Зашел. Сейчас, Маш. Ну, и там. Снимаем места срвозно купленным цветом. Так, все, ты становись. Я не... За мной рядом. За мной рядом. Смотри. Я стою здесь. Занимайте свое положение. Я еще раз переспрошу. Где Вячеслав? Я здесь. Так, сколько? 9. 9. 9 приехало. А двое еще 11. Еще 11. Значит, 11 мужского пола. И 12. Да. Ну, я хочу, что я вам расскажу. Значит, смотрите, все, все внимательно. Касается вас. Никто за стол не садится, если рукава закатана или как-то. До кистей закрыты. Повторю себе. У нас всегда-то должен быть застегнутый. За столом ты можешь отстегнуть. Прямо если ты как проверни. Потом подумай, почему это ты увидишь. Вот все, когда смотрите, она берет, я убираю. Она обычно сразу переворачивает. Что на ней было, падает туда. Такое простое. А Оля где она у меня? Научилась? Я здесь. Теперь, говорю, знаю как. Отведи вот так вот, а теперь опрокинь. А чтобы сюда ничего не прилипло, перевори. Трудно это? Тут надо просто разум пробудить. Дежурный есть. Сейчас кто-то будет помогать развивать. Быть очень внимательным. Сейчас мы сотворим молитву. Я снова подойду сюда, буду говорить дальше. Как правило, к Сашему приходится молитву творить. За молитву святых отец наши. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Още всех на Тя, Господи, уповая, Ти дайшим пищу во благовремени. Отверзай, что Ты щедру руку Твою исполняешь всякое животное благоволение. Слава Цою Сыну и Святому Духу. И ныне и пресла, и во веки и веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. И освяти дары, посылаемые Тобой, Слово быстины и молитвы. Аллилуйя. Аминь. 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 Молитву, моя дочь, она считает. Это разные варианты. Аминь, это означает, ты согласен. Все должны сказать аминь. Если не сказал аминь, ты виновен против молитвы будешь. Когда израильский народ входил в страну обетованную, Господь поставил весь народ, а это 3 или 5 миллионов было. Вы должны знать, что это полторы тысячи тонн требовало такой еды на каждый день. В пустыне, 40 лет. Это сплошное чудо. И вот здесь две горы. Повернитесь, гора Горизим. Благословенный, чтущий отца и мать будет долголетен на земле. И все отвечают аминь. Потому что ты отец будешь. Не так, что там жена раз в год забыла, а теперь отца не знает. Этого не было нигде. Такого безумия. От отца отнимать детей. Ну и выращивается кто вырастет. Ни мужчина, ни женщина. Определенно. Теперь дальше. Гора Гевал, все поворачиваются. Кто злословит отца или мать, да будет проклят. Все заберло. А другой промолчал. Почему молчал? Не расслышан или что? Он не знает, что сказать. Проклятый, значит, немедленно убрать его из жизни. В Израиле законы Божии. Они в Нибире написаны. Не просто так замуж собралась и... Эй, нет. Я посмотрел сейчас, как это делается в Пакистане. Ее готовят замуж. Собрались тетушки. Гинеколога привезли. Проверить. А она девушка такая, что... Никак. Она плащет. Они два дня, три дня. Они ее уговаривают и уговаривают. Мы должны справку взять. Наконец-то она разрешила. И вот сказали. Она девственница. Как они друг друга, тетки эти, целуют. Плащут. Господь сохранил ее. У нас это даже ничего нет. Ее в шестом классе на вторую букву алфавит уже называют. Это же не просто так. А если взяли, поэтому стелят чистые простыни, подписывают их родители, утром встанут и посмотрят, была она или не была в каких-то руках. А если нет, все, свадьба откладывается, допрос к дому отца приведите и убейте. Это в Библии написано. Это Бог повелевает. Сегодня в ключе это правило. Мы же где будем? Мусульман это содержится на сегодняшний день. Я не говорю туркмены, таджики, узбеки. Это Талибан, Афганистан. Немножко я отвлекаюсь и как. Они захватили власть только сразу на другой день. Все люди должны знать правила. По рации. В дома. Посыльные. Запомните, чтобы платье в пол было, вот как она стоит, вот так, а не до колен. Вы поняли? Все. И дальше какого цвета? Чтобы этого не было у них. Я говорю их правила. У нас это все нормально. А если вопрос снятый. Тебе сказали, ты расписалась, все, теперь берешь на себя. Вот она прилетела не как-то была с Брежьевым. Главный такого мирового государства. И она сходит, а ее сразу остановили. А у вас почему так платье высоко? А вам какое дело до меня? Вернись еще на ступеньку назад. Если вы сейчас ступите с трапа, с самолета, это наша земля. Вас арестуют. Арестуют вас не на день, не на три года. Каждые полгода на площадь. И по 40 ударов будут бить. И ты пока не заработаешь 75 тысяч долларов, которые пойдут в государство. Дома не уедешь, мигом назад, хиджат надела. Все стоит как надо. Нас учить надо. И поэтому нам не осуждать кого-то надо. А вы мусульман хвалите. Где надо, я похвалю не мусульмана, а буддистов. Потому что мы говорим о добром деле, а не о вере. Не надо одно другое.